Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Еще раз добрый день уважаемые дамы и господа Напомню вы слушаете радионародная волна На частоте 14.30м 99.1.FM На нашем веб-сайте RadioNVC.com На страничке Facebook Кстати на моей страничке сейчас идет WatchPare Можно присоединиться и посмотреть то что происходит в нашей студии Ну и конечно же на нашем канале В YouTube Телефон в студии 847-400-5200 На тот случай Если у вас возникнут вопросы или комментарии Ну и буду следить за тем Какие комментарии вы пишете Оставляете в YouTube на наши программы И если будут вопросы То мы постараемся на них ответить Меня зовут Сергей Зацепин Со мной в студии Анатолий Червец Здравствуйте Сергей Здравствуйте Анатолий Здравствуйте дорогие друзья Израиль Все кто могли уже подключились Похожи на YouTube Всем привет Всем привет Надеюсь что в Израиле Никто из наших радиослушателей Или зрителей на YouTube И их родных и близких не пострадал Во время этих варварских атак Тоже надеюсь Кстати выражая соболезнования по-любому Только потому что Конечно даже При То есть пережить такие атаки Это уже является целым событием Поэтому Ты знаешь Мы как бы все уже привыкли к тому Что периодически это происходит А я взял на минутку задумался Вот я представляю Если бы К нам вот где мы живем Скажем в Вафлогров Или в Лайк-Зюрих Или еще где-то Вдруг полетели ракеты Реальные ракеты Стучи По голове сразу говорю Потому что это Он просто попытался вживую представить эту ситуацию И мне стало жутко Все-таки мужественные люди живут в Израиле Ты знаешь Я у меня Моя одноклассница живет В Ашкелоне И каждый раз Когда я слышу Там происходят Эти вот действия В Газе Вот жители Ашкелона Ашдода Аздерода Я даже не представляю Вот клянусь тебе Не представляю Как там люди Вот каждый день Встают утром Идут на работу Что-то чем-то занимаются И постоянно Вот это Я не знаю Существует у них Присутствует задняя мысль о том Что А вдруг Не дай бог Или они уже настолько К этому Адаптированы Что они даже Не задумываются Абсолютно интересно Во время моего визита В Израиль Мы были в Сдероте Это город Который находится По сути там На границе Куда обычно летят снаряды Город В котором там На остановках Бомбоубежище Окна специально оборудованы Такими защитными Приспособлениями И казалось бы Это место Куда люди не могут ехать С точки зрения Безопасности И Казалось бы И недвижимость Цена должна падать Ничего подобного Недвижимость растет Население Растет Численность населения Растет То есть люди едут Живут Живут там Нормальные жизни Но к сожалению Порой проводят Какое-то время Вынуждены проводить В бомбоубежищах Отменяются занятия Еще раз я снимаю Шляпу перед Израильтянами Непобедимый народ Израиля Просто непобедимый Невозможно такой народ Победить Невозможно его Как-то Унизить Заставить Как-то жить Неправильно Ну Молодцы ребята Мы с вами Один из наших Постоянных Слушатели пишут Вчера говорил С моей младшей Про бомбоубежища У них в школе Нет У них в школе Нет его Они тренируются Забегать В случае Ракетного обстрела Из газа В комнату Для хранения Инвентаря Там нет окон И на дне Еще этаж Малая спрашивает Не достанет ли Ракета До их Этажа Представляешь Не представляю Честно Не представляю Мне хотелось бы Вернуться к теме Которой ты говорил Вчера Это Джуси Смолайт Но прежде чем Мы перейдем К этой теме Давай поговорим О наших местных Вещах Есть о чем Поговорить Я вот Вот о чем Хотел сказать Леон Вайнштейн И Юрий Табок Предложили Петицию Белый дом И речь шла О том Что Компании Медиа Компании Такие как Голос Америки Радио Свобода В том числе И те Которые вещают В США Такие как НПР На самом деле Занимаются Либо левой Просто в чистом виде Либо Антипрезидентской Либо Антиамериканской Пропагандой И финансируются Эти компании За счет Налогоплательщиков То есть Наверное Нево Трамп Нево Трамписты Или там Лево Радикальное Отребе Умиляются Когда Скажем По НПР Идет Левая пропаганда Но Оплачивают Все это Не только Они Оплачиваем Мы И мне Это не нравится Я думаю Что и миллионам Американцев Это не нравится И поэтому Леон Он предложил Такую петицию С тем Чтобы Белый дом Обратил на это Внимание И может быть Если не Хотя была попытка Трамп объявил О том Что однажды В начале Своего срока Он сказал Что надо бы 600 миллионов долларов Которые выделяются На это Надо бы Посмотреть Может быть Сократить Или Вообще Закрыть Ну Не зря Жлевые По этому поводу Возмутились Ну конечно Еще один инструмент В их руках Так вот Была создана Такая петиция И как бы Особого Движения Там Я не обнаружил То есть Ну как-то Не очень активно Люди На это Так сказать Отреагировали Хотя Многие Понимают Многие Согласны С этим Потому что Все это нужно Продвигать Все это нужно Делать Потому что Это в соцсетях Это в интернете Это нужно Продвигать В эфире Мы об этом Сказали Но один раз Сказали Что дальше Какое-то Количество Подписалось Значит Мы попытались Сделать Какие-то Телодвижения В этом направлении То есть Сделать Линк На странице Отмоделировать Нашу Наш веб-сайт С тем Чтобы была Возможность У людей Зайти На нашу Страницу Кликнуть И выйти Как раз На эту Петицию Причем Как мы Все Понимаем Ни я Ни ты Ни Кто В нашем Офисе Мы не Являемся Программистами Мы Являемся Веб-дизайнами И все Вот То Что Делается В отношении Веб-странички Facebook И так далее Это все Требует Внимания Профессиональных Совершенно верно И для того Что это Для того Чтобы Это Продвигать Скажем В соцсетях В Ютьюбе И так далее Это тоже Требует Определенных Усилий Нанимать Людей Которые Бы это Делали В Фейсбуке Ну Не тысячи Людей Но какое-то Количество Людей Откликнулись Просто На нашей Страничке Facebook И люди Стали Так сказать В этом Участвовать Одним словом Мы пытаемся Что-то сделать И Как вы Наверное Все понимаете Для того Чтобы Что-то Сделать Для того Чтобы Подписать Или Продвинуть Петицию Против Антисемитов Которые В Конгрессе Которые Ведут Антиизраильскую Деятельность Которые Выступают С антисемитскими Заявлениями Что это Продвигать Это требует Усилий Соответственно Это требует Средств Можно я На секундочку Прошу прощения Я тебя Прерву Почему Вот Опять же Мы Постоянно Слышим От наших Радиослушателей От наших Подписчиков На Facebook На YouTube Ребята Давайте Что-то Делать Надо Что-то То есть Все Понимают И знают Что что-то Надо Делать И Вот Это Что-то Надо Делать Люди Даже Понимая Важность Этого Процесса Соглашаются На то Чтобы Помочь Если Не Физически То Материально Хотя бы Они понимают Что это все Как-то Стоит Денег И Вот Поэтому Я Кстати Должен Еще раз Снять Сегодня Шляпу Перед Людьми Которые Пожертвовали Какие-то Средства На то Что мы Делаем Чтобы Поддержать Нашу Миссию Я Я Искренне От Всего Сердца Благодарю Вас Причем Вот Эти Пожертвования Приходят С разных Мест Из Израиля Из Риги Из Латвии Из Литвы Из Украины С России С Америки С разных Штатов С Гавайев И Я Еще раз Искренне Вас Благодарю За это Но Это Вызвало У некоторых Наших Коллег Судя по всему Какую-то Неоднозначную Реакцию Потому Что С нами Связались Представители Компании Которой Принадлежит Эта Чистота Эта Радиостанция Она Не обещает Еще одно Русскоязычное Радио И В общем Они нам Сделали Замечание По поводу Нашего Вебсайта Что Дескать А все ли Это так Все ли Там Чисто И так Далее И так Далее И не Хотим Лимы Может быть Либо Убрать Что-то Либо Добавить Что-то То есть Опять же Это ведь Все было Сделано То есть Это не Была Инициатива Хозяевов Радиостанции У них Достаточно Работы И забот И Мы работаем С ними Уже Там 15 Может быть Лет И они Никогда Не заглядывали На наш Вебсайт Да и Нет смысла Поскольку Они не Говорят По-русски Наш сайт Сделан На русском Языке Информация Там На русском Языке Очевидно Кто-то С ними Связался И Подсказал Посмотрите Вот Что-то Они Такое Делают Этот Кто-то Скорее Всего Тот Кто Имеет С ними Контакт Но Как я Уже Сказал На Этой Компании Принадлежит И наша Чистота И 13 30 И там Работают Наши Коллеги Которые Не всегда Одобряют То Что Мы Делаем Давай Говорить Про Другому Давай Знаешь Мы Мы К этому Подошли Мы Очень Долго Давай Объясним Нашим Радиослушателям Вообще Как Это Все Почему Это Вдруг Закипело Оно Действительно Накипело Мы Очень Долго Как То Сдерживали Себя Мы Сдерживали Наших Ведущих Радиоведущих Выступающих Ну Чтобы Не Заводить Никаких Войн Так С Так Называем Конкурентами Хотя Честно Вот От Всего Сердца Я Не Считаю Их Конкурентами Потому Что Ну Сравнивать Очень Тяжело Качество Но Тем Не Менее Каждый Раз Когда В Нашу Сторону А мы Это Ведь Все Слышим У Нас Есть Опять же Люди Которые Мы Не Безразличны И Которые Нам Постоянно Говорят Ребята Вот Там Опять Про Вас Вот Там Опять Про Вас Я Лично Был Вот Лично Я Был Свидетелем Ситуации Где Просто Абсолютно Ни за Что Прицепились К одному Из наших Ведущих В пятницу Коллегу Патлаху За то Что он Поставил Какой-то Пост У себя Причем На своей Собственной Страничке Смешной Абсолютно Пост Такой Безобидный Все Но Нашлись Добрые Люди Которые Я имею Ввиду Ведущие Которые Сделали Раздули Из мухи Слона Позвонили Ему На его Телефон Селфон И так далее То есть Мы Постоянно Сами себя Сдерживали Нет смысла Не надо Зачем Это нужно Надо быть Выше Этого Всего Надо быть Наверное Более Разумными Но вы знаете Дорогие Радиослушатели Вот Есть такая Точка Кипения После которой Или точка Невозврата После которой Не обращать На что-то Внимание Не то Что даже Нет смысла А это уже Честно Невозможно И Вот То Что Произошло Как только Мы Поставили У себя На веб Сайт Кнопки Одна из них Донейшн Вторая Это Подпись Петиции В Белый дом Вот тут Появились Опять же Тело движения В кавычках Доброжелателей И Или Не нужно Об этом Говорить Потому Что Ну Иногда Опять же Долгое Время Очень Долгое Скорее Больше Года Мы Терпели Мы Относились К этим Каким-то Непонятным Вылазкам Поползновениям Закрывали На это Глаза Больше Молчать Мы Не можем Не будем Почему Потому Что Сейчас Это уже Касается Не лично Нас Когда Были Выпадки В нашу Сторону И Когда Нас Называли Разными Интересными Именами Почему Потому Что Боялись Назвать Наши Имена Настоящие Потому Что Понимали Что Это Чревато Ну Судебными Исками И так Далее Поэтому Придумывали Всякие Клички И так Далее Так Вот Когда Это Пока Это Касалось Лично Нас Мы Молчали Но Сейчас Это Уже Касается Дела Которое Нам Стало Очень Близко По Духу По Совести По Сердцу Это Миссия Которую Действительно Вот Сергей Был Инициатором Этого То есть Наш Ну Очень Уважаемый И К сожалению Ныне Покойный Виктор Вольский Который Считал Своей Миссией Это Вот Ну Сделать Мир Лучше Своими Очерками Своими Рассказами Своими Действиями И вот Мы Решили Просто Действительно Продолжить Его Дело Мы Решили То есть Сергей Принял Вот такое Решение Насчет Кнопки Донейшн Почему Потому что Действительно Расходы Которые Нам Уже Предъявили И Которые Еще Предстоят Это Достаточно Объемистая Такая Сумма Которую Вот Именно В ответ На вопросы Ребята Что мы Можем Сделать Давайте Надо Что-то Делать Вот Вы Считаетесь Нашим Лидером Нашей Общины Давайте Создадим Какую-то Петицию Давайте Будем Куда-то Писать Что-то Делать И вот Сергей Решил Все-таки Хорошо Раз Такое Дело Давайте Создадим Вот Такой Такую Идею Значит На Поддержку Информационную На Вернее Прошу Прощение На Поддержку Техническую К той Информации Которую Мы Хотим Доносить До вас Дорогие Радиослушатели И до Всех Которые Нас Читают На Фейсбук И так Далее Мы Решили Да Надо Наверное Немножко Обратиться За финансовой Помощью Потому что Это Не Ну Это Стоит Денег Давайте Назвать Вещи Своими Именами И Конечно же Огромное Количество И Спасибо Всем Которые Уже Внесли Деньги Пожертвовали Деньги Спасибо Огромное Тем Заранее Которые Думают Которые Собираются Внести Деньги Почему Потому что Это Действительно Очень Такая Знаете Ну Достойная Идея И Эта Идея Достойно Получить Развитие То есть Мы Какими-то Своими Действиями Должны Показать Общественности Дай бог Чтобы это Дошло До Белого Дома Но По крайней Мере Если Мы Это Не Попробуем Сдвинуть С места Оно Точно Не Найдет А так Все-таки Есть Шанс Особенно Когда Такие Люди Как Леон Вайнштейн Такие Люди Как Юрий Табах Вы Прекрасно Знаете Кто Эти Люди Кстати В пятницу Опять В гостях У Леона Вайнштейна Будет Юрий Табах И Наверное Они Опять Обратятся С просьбой Чтобы Более Активно Принимали Участие В Подписании Этой Петиции Не Знаю Удастся Нам Набрать А уж Тот Кто Не Принял Участие Пусть Это Остается На их Совести Если Мы Не Будем Стараться Оно Точно Не Попадет Я Вам Гарантирую И Обращаясь К нашим Коллегам Друзья Мои Перестаньте Вы Заниматься Этой Мелкой Мелким Таким Пакостничеством Но Оно Ни К чему Не Приведет Абсолютно Вы Позорите Себя Позорите Сво Имя Для Чего Это Все Или Вы Думаете Так Из Под Тишкана Напакостничали Никто Не Узнает Да Нет Ну Понятно Сразу Откуда Растут Ноги Поэтому Угомонитесь Я Знаю Что Вы Являетесь Самыми Внимательными Слушателями Наших Программ Потому Что Потом По Косточкам Разбираете Каждое Слово Произнесенное В этом Эфире Ну Вот Сейчас Я Должен Сказать Одну Вещь Которую Я Просто Я Буду Не Я И Я Не Сдержусь Я Себя Достаточно Долго Сдерживал Но Опять Это Касается Не Меня Это Касается Такого Уважаемого Человека Как Леон Вайнштейн Это Человек Который Воевал В Израиле Который Служил В Армии В Израиле Это Человек Который Приехал В Израиле Работал С Детьми Создал Детский Театр Там Человек Который Приехал Сюда По Приглашению Людей Которые Организовывали Детский Театр Здесь Это Человек Который Очень Мало Того Что Он Очень Образованный Очень Эрудированный Очень Толковый И Очень Интеллигентный Это Человек Который Действительно Делает Все Для Того Чтобы Нам Донести До Нас Информацию Которая Может быть Не всем Доступна Которая Может быть Не для Всех Понятно В том Виде В котором Нам Предлагают Средства Массовой Информации И Вот Леон В свое Время Если Те Которые Его Слушали По Вторникам В 5 Часов Он Придумал Название Своей Передачи Леон В Зафире Вайнштейн Вайнштейн В Зафире Да Так вот Есть На одной Из радиостанций Наших В кавычках Доброжелателей Появился Очень давно Человек Которого Я Очень давно Знаю Но Я Никогда Не знал Что он Оказывается Несет Псевдоним Сербского В кавычках Журналиста Или Псевдо Журналиста У нас В народе Он Известен Под Именем Трындыч Блаблабич Это Такой Знаете Персонаж Непонятный Во всех Отношениях Который Почему-то Берет На себя Миссию Всех Нас Учить Во-первых Правильному Русскому Языку Во-вторых Он Ищет Блох Как Вот Ну честно Как та обезьяна Которая Вот у своего Ребенка Там пытается Накопать Блох У него В шерсти Это человек Который Который Занимается Тем Что он Всю неделю Так как он В принципе Ничем так Особенно Не занимается Он всю Неделю Слушает Разные Радиостанции В основном Нашу Собирает Всякие Ошибки Ошибки Которые Человек Живой Допускает Ошибки А даже Если Не допускает Ошибки То есть Он говорит Что-то В сердцах Может быть Может быть Как-то Выразился Не так Так вот Этот персонаж Этот Трэндвич Блаблабич Собирает Вот эти Все Весь этот Мусор Весь этот Ну Просто Помет Куриный Да И потом Он Под видом Того Что он Нас будет Обучать Как правильно Говорить И как правильно Строить Предложения Он Ведет Такие Достаточно Низкокачественные Низкопробные И в принципе Никому Не нужные Передачи Где он Абсолютно По-хамски Я уже не говорю Ни про кого Больше Но Меня Именно Затронуло То Что он Абсолютно По-хамски Абсолютно Мерзопакостно Отзывается О Уважаемом Леоне Вайнштейне Называя его Вайнштейн В зефире Понимаете То есть Это вот Вам должно Сказать О Эрудиции О качестве О совести О Человеческий О человеческой Натуре Вот этого Сербского Трындыча Блаблабича Который Ну вот он Трындит Это все Чем он занимается Впустую Поэтому Я Больше ничего Про это Не скажу Я просто Хочу Чтобы вы Дорогие Слушатели Знали Что Мы Это все Мы об этом Все знаем Мы знаем Что происходит Как происходит И Я Не Собирание Я Не Сережа Никто Здесь В нашей Студии Не Собирается Заводить Войну Больше Вы об этом Не Услышите Почему Потому что Я считаю Это Даже Ниже Своего Достоинства Говорить О людях Которые Занимаются Вот такой Мерзопакостной Деятельностью Поэтому Прошу Прощения Перед Всеми Теми Которые Обидели Которые Обидела Моя Как говорится Такая Пламенная Речь Но Если вы Нормальные Люди Вы понимаете Что дальше Молчать Было Нельзя Это Нужно Было Вскрыть Высказать Объяснить Для того Чтобы Больше Об этом В это Не вдаваться Так как У нас Очень много Всего Того Происходит Что мы Пытаемся Вам Донести До вас Окей Ты уже дал Этому человеку Материал Он будет Теперь Ну дай бог Дай бог Отвечать тебе Последующие Несколько недель Другими словами Друзья мои Еще раз Огромное спасибо За то Что вы Откликнулись На призыв Подписать Эту петицию И огромное спасибо За вашу Материальную поддержку И вообще За вашу поддержку За то Что вы нас слушаете За то Что вы Включаетесь Давай Давай Добрый день Вы в эфире Нам на рекламу Надо уходить Но слушаем вас Алло Вас не слышно Добрый день Пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте Я хотела Я хотела Сказать Немножко Об этой петиции Дело в том Что я не хотела Игрона Как бы расстраивать Но Есть очень Ну не очень Положительный опыт Когда Россия Начала войну Против Украины На сайте Белого дома Было Где-то Три-четыре Петиции Одна из них Была О том Чтобы признать Россию Страной Агрессором И вот Эта петиция Те петиции Не набрали Количество Нужного Голосов Вовремя А это Набрало И к концу Ну 30 дней Было даже Больше чем 100 тысяч Ну и что Ноль реакции Ноль эмоций Ну это была Конечно Эра Обамы Но я Так подозреваю Что Сам президент На этот сайт Не заглядывает И что это делают Бюрократы Клерки И так далее Они я думаю Совершенно не изменились Как сидели там Так и сидят Поэтому Может быть Нужно Набрать Два раза Больше Подписей То есть Чтобы подписывать Более активно Может быть Тогда они Зашевелятся Спасибо Но для этого Нужно что-то делать И для этого Все-таки Нужно Продвигать Петиции Которые Нам близки По духу И по смыслу Давайте Примем еще один звонок Потом сделаем перерыв Потом продолжим Добрый день Пожалуйста Добрый день Два маленьких Замечания Первое Чего бы Почему вы боитесь Назвать именная Фамилия Чтобы все мы их узнали А во-вторых На этом Мои дома Сложат Две Этих самых Различия Работает Может Они стучат Еще куда-нибудь Тоже Спасибо за ваши чувства Юмора Давайте Мы сделаем Небольшой перерыв Буквально пару минут После чего Вернемся Обязательно Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров